Как на всё найти время, и как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Хватает ли сил и времени на себя? Какие тайны хранит женщина? И готова ли она открыть их? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё, находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Ответственность, дисциплина, планирование, исполнение. Это основные правила, по которым живёт героиня выпуска «Леди в деле» Татьяна Конова. Это главные характеристики её как руководителя, точнее, заместителя директора универсального спорткомплекса Подмосковья. Ну а женские качества этой леди – правильная внутренняя и внешняя подача. Я заместитель директора, и я руковожу практически всем коллективом. Когда директора нет, я выполняю его обязанности полностью, ну и в течение, даже когда он есть, тоже руковожу. Вот, например, я собираю совещания со всеми заместителями. Также я занимаюсь руководством и по спортивному отделу. Ну, вообще, я во всех вопросах практически вникаю и всегда руковожу. Я уже 17 лет в этом спортивном комплексе работаю. То есть, это почти половина моей жизни. Надо сказать, это важно. Татьяна не просто заняла пост заместителя директора УСК Подмосковья, но и все эти годы активно развивала себя. Училась, осваивала навыки управления и менеджмента. Первое образование, медицинское, позволило поработать по профилю. Начинала свою трудовую жизнь Татьяна Конова с работы в больнице, но потом поняла, тянет ее совсем в другое направление, а точнее, даже в несколько. У меня несколько образований. Первое мое образование, как я сказала, медицинское. Дальше у меня образование экономист-менеджер. Моя мия с красным дипломом закончила. МСИ, также юридическое образование. Все это нужно для работы. И вот, тем более, я учиться люблю. Поэтому и спортивное образование, переподготовка тоже у меня есть. И финансовое, кстати. В рамках президентской программы я прошла еще одну переподготовку на финансовый университет. И все это она успешно реализует и совмещает. Все держит под контролем, всему уделяет внимание. Здоровье, сила, красота. Вот в этом дивизии все. Главное для многих людей – это здоровье, сила, сила духа, сила – это все. Красота, как вы знаете, да, красота спасет мир. Работу свою, как и всего коллектива УСК, Татьяна называет миссией. Сама активно участвует в ее реализации. Она ведет занятия по йоге, как на платной основе, так и по программе «Активное долголетие». У нас создан клуб «Активное долголетие», куда может прийти любой пенсионер, написать заявление, зарегистрироваться на площадке и посещать занятия. Лично у нас это спортивные занятия. Это ОФП-группы, которые уже на самом деле переполнены. И есть еще группа, которую мы создали на манеже, на большой площадке. Когда закончится пандемия, я вас приглашу, можете снять это очень зрелищно, красиво. И там мы можем уже достаточное количество бабушек, дедушек собрать, которые желают позаниматься спортом. Но это не совсем спорт, и совсем не спорт, это танцы и йога. Такие занятия для самой Татьяны, что называется, «отдохновение души и тела». Она с удовольствием и довольно долго занимается йогой, даже закончила специальные курсы, которые позволяют стать преподавателем. Я в детстве мечтала стать учительницей, воспитательницей. И вот сейчас я прям реализовываюсь, получаю от этого очень большое удовольствие, когда занимаешься любимым. Вот как раз в этом счастье. Занимаешься любимым делом, помогаешь людям. Вся жизнь моей героини – это по сути рост и развитие. Она не останавливается ни на минуту, хотя в ней чувствуется размеренность, но это скорее от умения расслабляться в нужный момент, который тоже, видимо, ей подарила йога. Смотрите. Вот я нашла буквально вчера вот эту книгу. 93-го года. В 15 лет я пошла и купила вот 4 такие книги. Они были разноцветные. Была красная, зеленая и вот такая. И я, и здесь очень хорошая книга, кстати. Это, конечно, не реклама, но... Потому что вы ее не купите. Бесполезно ее рекламировать. И здесь прописано каждое-каждое вот занятие. И сколько раз делать, и как делать. Вообще просто интересно очень. Татьяна родилась и выросла в многодетной семье. Вторая после старшей сестры она довольно рано поняла, что такое ответственность. Вообще, конечно, да, детство такое у меня было интересное. И, естественно, оно наложило отпечаток на всю мою жизнь. Я очень благодарна своей семье, своим родителям, то, что воспитали во мне вот этот стержень, вот эта самостоятельность. Самостоятельность, конечно, во всем. Я, конечно же, привыкла, да, что я должна рассчитывать только на себя. И это дало мне вообще все, что я сейчас имею. Публично, не публично, себе обещаешь что-то сделать. И потом уже, ну, все, идешь к этой цели. Это как, я как достигатор достигаю своих целей. И это, ну, когда, как азарт, интересно становится. То есть это какое-то преодоление себя? Ну, как, можно сказать так, да. Татьяна Конова в разводе воспитывает, а точнее уже вырастила дочь. Девушке 19, она учится на факультете дизайна в техникуме. Татьяна говорит о ней с осознанием, что ребенок – это прежде всего личность, уже самостоятельная и довольно взрослая, при этом отмечая, что она довольно строгая мама. И дочь воспитывала совсем не как подружку. Бывает, конечно, жестко, я понимаю, да, наверное, что-то нельзя жестко. Но в некоторых моментах бывает, что, наверное, перегибая палку, бывает жестко. Летом вот она подрабатывает, и как, то есть она уже, я ее постараюсь приучать к такой жизни самостоятельной, чтобы она не была такая, как бы, холеная слишком, чтобы она все-таки понимала, что надо быть более самостоятельной. Эта позиция Татьяны вполне объяснима. Она прекрасно понимает, что дисциплина, самоконтроль и развитие – необходимые слагаемые успеха в жизни. И дочь учит рассчитывать в первую очередь на себя. У меня очень интересная жизнь. Вот я просто абсолютно счастлива. У меня есть любимое дело, у меня есть любимые увлечения, у меня есть люди, которые близкие, родные, семья большая. И вообще у меня просто все прекрасно. Такого нет, чтобы я там устала. У меня столько энергии много. Эту энергию она, конечно же, направляет на свою работу в универсальном спорткомплексе. Сегодня УСК Подмосковья звучит по всей России. Здесь проводятся крупнейшие соревнования, и в этом такая же немалая доля труда Татьяны. Если выбирать, для меня самое важное – это развитие. Часто мне говорят, что как ты все успеваешь. Да, времени всегда всем не хватает, но я успеваю, что мне нужно. Главное – какие-то приоритеты расставить и понимать, что да, вот это для этого. Это важно. И тогда, когда ты ставишь во главу угла что-то конкретное, ну, например, взять тоже те же занятия йогой. Мне это вообще проще. Я веду, и поэтому я в любом случае приду и буду заниматься. Хотя я еще у меня частные практики, я сама просто дома занимаюсь. Но вот человек. Кто-то ходит на занятия, а кто-то нет. А все почему? Потому что человек, который ходит нерегулярно, для него это йога или какие-то другие занятия – это дело десятое. То есть, ну, может, пойду. Пойду там для модно. Ну, модно сейчас селфи сделаю. Покажу инстаграм, там, это модно. Схожу. То есть он будет ходить нерегулярно. А если он ставит эти занятия во главу угла, то есть он представляет, что это его здоровье, что ему хорошо, что у него там спина не болит от этого, что он бодрый становится и понимает, что здоровье – это очень важно. И значит, таким образом он пропускать не будет, он будет ходить. Увлеченность и вовлеченность в любой процесс – это кредо жизни Татьяны. Она, что называется, легких путей не ищет, все время будто испытывая себя на прочность. Саморазвитие – это ее путь к себе. Пробы себе в разном. Увлечение Татьяны – это и рисование, и вышеупомянутая йога, и тренинги по речи и дыханию. И даже целых три года работы на театральной сцене. И как я вообще попала в наш Щелковский театр? Я пришла, у меня ребенок, дочка ходила на эстрадный вокал. Она пела и там еще танцевала. И я пошла ее забирать в наш дворец культуры. И ее жду. И вижу, выходит Светлана Ивановна Погодина, режиссер нашего Щелковского театра. И я подумала, во-первых, мне не нравился мой голос. Это сейчас я вот тренинги по голосу веду успешно. Мне не нравился мой голос. И хотелось вот как-то научиться на сцене. И думаю, а это, может быть, мой шанс. Пойду-подойду. Подхожу и говорю, без надежд всяких. Говорю, Светлана Ивановна, я вот слышала про театр Шелковский. А может быть, вы взрослых берете, да, как группу? Можно к вам прийти поучиться? Она так и говорит, да взрослых берем, но не всех. Приходите как бы на прослушивание, я посмотрю на вас. Я пришла на прослушивание. Там надо было что-то на сцене прочитать. И меня взяли. И я там осталась на больше трех лет. Около трех лет я была там, играла в театре. Я очень благодарна Светлане Ивановне. Она многого меня научила. Просто очень талантливый режиссер. И я действительно там был очень большой рост. Что отличает людей счастливых от несчастливых, это какой-то особый способ мышления. Вот это что в мышлении. То есть, как мы воспринимаем жизнь. Потому что по-настоящему у счастливых людей у них же мышление совершенно другое. И то, что замечает счастливый человек, большинство людей, они просто этого не замечают. Для них это ничто. Для каждого счастье свое. Для меня, да, заниматься любимым делом, помогать людям расти и развиваться. В нашей беседе Татьяна не раз говорила фразу «Это было непросто». И я поняла, насколько рано ей пришлось стать самостоятельной. Все мы, как говорится, родом из детства. Наши страхи, наши мечты, наше желание быть любимыми и нужными. От этой строгой дисциплинированности до стремления доказать самой себе «Я смогу, я сделаю, я буду лучшей». Это стремление через всю жизнь несет Татьяна Конова. Хрупкая, но очень целеустремленная женщина несомненно хранит пару-тройку секретов. Но тут важно понимать – это ее мир, где все должно быть так, как нравится только ей. Субтитры создавал DimaTorzok